Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Джамкин Донатс, и с вами я, Джама. Как у вас дела, ребята? Как у вас дела там осенью? Не знаю, как у вас, у меня осенняя хандра. Короче, у меня депрессия. Ну, не слишком депрессия, это можно сказать просто лентяйство. Вот что я называю депрессией. Потому что, когда я ничего не хочу делать, когда я просто так теряю время, я просто злюсь. Злюсь-злюсь, и потом сижу такая, почему я сидела вот так? Я бы могла бы сделать вот это, потом вот это могла делать. Столько идей! Ага. Потом через пять минут, ой, я опять не хочу. Я хочу смотреть телевизор, я хочу смотреть сериал. Если хотите спросить, какие сериалы я сейчас смотрю, я сейчас смотрю сериал про Флэш, еще какой-то Супермен. Не знаю, я обожаю все магическое, все, что супер необыкновенное, знаете, про ведьмы, про вампиров, про Суперменов. В общем, я из тех людей, которые верят в фантазии. Верят в такие чудеса. Вот, в общем, сегодня не об этом. Сегодня я хочу очень поделиться с моей покупкой Сифоры, потому что в Сифоре мы, как работники, каждый год перед Рождеством, перед Новым Годом нам дают экстра скидки. И воспользовалась этой экстра скидкой, воспользовалась. И купила, накупила себе то, что мне было нужно, то, что я вот думала, о, когда у меня будет дискаунт, я вот это куплю. Ну, бывают же такие же вещи, которые очень дорогие, и ты ждешь, когда дискаунт будет. Вот, я их накупила. Правда, я не до конца. Например, я духи забыла вчера, потому что я не могла определиться, какой парфюм я люблю. Вот, очень много. Я не могла определиться, и я думала, а, возьму просто сэмпл, понюхаю и дома, и вернусь. В общем, то, что я успела купить, я очень-очень хочу с вами поделиться. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Поехали! Итак, начнем с того, что я ждала, ждала очень-очень на этот продукт скидку, что я выждала, можно сказать. Это Hourglass. Вот такая палеточка. Я вам сейчас открою. Очень красивая, просто сумасшедшая палеточка. Румян и хайлайтер. Итак, вообще про компанию, про бренд Hourglass. Она очень люксовая, очень хай-класс, можно сказать, высокого класса, очень хорошего качества продукция. Обычно они дороже, они ценой, как Dior, как Yves Saint Laurent, и все такие. И качество тоже шикарное. Ну, короче, я очень ждала, очень много ждала, может быть, целый год, потому что в прошлом году они тоже выпускали эти палетки, но я не успела купить. Я узнала тогда, когда уже было все, как говорится, раскупили. Вот, эта палеточка офигенная, палеточка просто шикарная. Я вот высидживала его, пока мы скидку получим. Я взялась и положила себе там на холд, можно сказать, и постоянно такая, это мне, это мне не трогайте. Никому не давала, чтобы они купили. Это, получается, не знаю, мои самые любимые, во-первых, цвета румян. Насчет румяна, я в последнее время начала носить румяну, пользоваться румяной. Потому что я раньше румяну не любила, потому что я думала, я достаточно сама красная, мне не нужна красота. Но, как поняла, на самом деле, как нужно носить, как правильно носить румяну, я начала понимать и любить румяну. И с тех пор я обожаю вот эти румяны. Во-первых, как я про них узнала, как хорошо, как они хорошо наносятся, конечно, когда я пользовалась клиентом. Клиенты просто сразу говорили, ой, я покупаю эту румяну. Вот эти все две румяна очень красивые, они подходят для всех типов, как бы, цвета кожи, да, можно сказать, для светлой кожи, для темной кожи. В общем, подходит для обоих, но в основном вот это для темной кожи. И вот это бронзер. Вот эти три цвета, это хайлайтеры. И вот этот желтенький, это похоже на санастаси Бебрельфикс банана, который наносится под глазами. А вот это хайлайтер, это как шиммер, немножечко блесками. Вот я эту палетку очень долго ждала. То есть, все-таки дождалась, пока я куплю. Они стоят 80 долларов, я знаю, дорого. Они продаются по отдельности, я подумала, зачем мне брать по отдельности, если есть палетка. И тем более, я не буду постоянно, каждый день пользоваться, я им буду пользоваться в особенные дни. Ну, румяна на каждый день, но вот такие красивые цвета, я буду хранить их в особенные дни. Да, потому что у меня на каждый день своих хватает. Ну вот, я подумала, одну люксовую нужно купить какую-нибудь красоту. Вот, и я купила, я просто счастливо жду, не дождусь, пока воспользуюсь. Просто я на клиентов использовала, шикарно, шикарно смотрится на коже. И вообще, суперский, суперский продукт. Итак, следующее, следующее, это палеточка от Anastasia Beverly Hills. Вы знаете, ее фанатка Anastasia Beverly Hills продукт, продукции, да, продукции или ее косметики. В общем, она выпустила последнюю палеточку, свою self-made. И я такая думала, о май гад, потому что вот у меня уже есть две палеточки ее, да, которые называются Artist Shadow. Есть у меня Couture Shadow Palette. И они нравятся мне очень сильно, у них есть разные цвета. И они очень пигментные, масляные, просто шикарные. Я вам сейчас покажу, как она выглядит. Вот это, и мне нравится, есть упаковочка, то, что она, видите, такая... Все красивее и красивее, каждым разом. Мне кажется, она капец деньги делает на этом. Смотрите, очень красивый, и у Anastasia это тоже красиво сделано. Как шоколадка. В общем, и вот этот пакетинг тоже очень нравится. Очень красивый. И вот здесь какой-то змеиный кожу, что ли, не знаю, какой-то странный. В общем, офигенный, офигенная упаковка. Посмотрим, чего дальше. Очень нравятся все цвета. Я очень-очень долго ждала вот эти красивые цвета, которые называются Metallic Plum. Я обожаю плам-цвета в последнее время, такие вишневого, сливового цвета. И, конечно же, вот этот Electra Deep Purple. Писточка офигенная. То, что надо для вообще основного нанесения, да. Очень нравятся все цвета. Она стоит, кстати говоря, всего лишь 29, да, или 25, 25. Ну, почти где-то 30 долларов. Это для палетки очень дешево. И когда говоришь 29, когда человек не покупает, я такая, эй, ты что, вообще 29 долларов, ты что не покупаешь? Палетки стоят 50 баксов. Тем более, это оригинал, это лучше, чем даже, лучше, чем Naked. Naked, вот этот Naked Pal, например, они, мне кажется, уже начинают отставать, потому что, когда вот выходит, как Анастасия Беверли Хиллз или еще что-то, уже на Naked не смотришь. Naked, наверное, классно для начинающих. А вот когда уже реально красишь эффектные макияжи, Анастасия Беверли Хиллз. Оно очень, кстати, похоже на тени Makeup Geek, если вы знаете про Makeup Geek. Вот, ребята, офигенные тени. Эффектно смотрится на глазах, на любых глазах. Итак, следующее, то, что я купила, которую я высиживала, чтобы никто не купил, потому что это уже распродано. Я вот реально высиживала 3 дня, написала джамой, несколько раз джаму, чтобы никто не тронул ее, чтобы не купил. А то бывает, например, если не осталось, менеджер берет такое, о, у нас, кажется, здесь последний остался, и продают. На самом деле там написано джамы, это для джамы. И вот я высиживала, высиживала. Мои любимые суперские помады от Stila. Кстати говоря, это вот здесь помада, это у меня на губах сейчас. Почему я их люблю, это, во-первых, то, что они матовые. Они кажутся, как блеск для губ, да, смотрятся. Но на самом деле они, когда мажешь, они через 2 секунды становятся матовыми, они долго держатся. Кстати, они стойкие, вот, они не transferable. То есть они не передаются, они высыхают и вот остаются на губах. Даже если целуешь или там, не знаю, вот на одежду не передается, вообще-вообще не передается. Так что она офигенная и стойкая. И, конечно, бывает иногда проблема, то, что она сухая, но из-за этого перед тем, как нанести вот эти, нужно наносить обязательно какие-нибудь увлажающиеся крема, помаду, чтобы конкретно увлажнить губы вначале. А потом вот эти, потому что они могут, они очень пигментированные, так что они могут очень высушить твои губы. Но они офигенно стойкие. 9 часов гарантирую. И здесь я купила, получается, офигенные цвета. Тут есть мой любимый цвет, патина, который стила, стила, как бы, стила вообще популярный именно вот этими помадами. Особенно вот это слово, да, патина. Вот эта патина, помада их не очень популярна. Мы всегда распродаем, как приходит, распродаем сразу. Потому что она офигенно смотрится на всех губах. Даже на черной коже, да, на как бы на темной коже, на яркой, на светлой коже. Оно, кстати, называется почти, что как Кайла Дженнер Color, можно сказать, Кайла Дженнер. Типа все любят, обожают вот это. И многие обожают еще цвет Ария. Это вот это. Она красиво смотрится, если у тебя черный, черный цвет волос, офигенно смотрится на них. И мое любимое лично это вот это Карамелло. Она очень такой нюдовый цвет. Очень классный цвет. Очень классный цвет, она как бы для каждого дня офигенно смотрится. И, конечно же, тот красивый красный цвет. Знаете, что я люблю в красных цветах? Если я буду наносить что-то красного цвета, я обязательно должна нанести что-то стойкое. И вот это стойкое. Я не могу обычной помадой, которой красной, но не стойкой наносить. Потому что красный, вот когда я даже улыбаюсь, оно раз вот здесь, потом раз на губах, ой, точнее, на зубах. Вечно как бы передается, да. Ты луешь все равно там, где-то там или... Поэтому красный цвет опасный. Из-за этого, когда я беру красный цвет, мне обязательно нужно в стойке. И вот как раз то, что нужно... Я же говорю, не зря я высиживала этот цвет. Оно сколько стоило? Вроде бы 35... Да, 35 долларов вроде бы. Да, и получается тут 6 таких помад маленьких. Они обычного... Как бы обычный размер, их где-то... Такой большой. Да, наверное. Угу. Ну, короче, что круто, что я обычно раньше носила только вот эту помаду. Патину и вот эту. И получается, сейчас я могу попробовать новые цвета. Теперь я обожаю вот этот цвет. Очень красивый. Они офигенно пигментные, суперские, стойкие. Мне кажется, что в последнее время все хотят стойкие цветы, как бы стойкие помады, потому что никто не хочет обычные, знаете. Если только ты не хочешь. Если ты хочешь блеск, может. Я еще взяла здесь... Кстати говоря, вы пользуетесь сухим шампунем? Так называется по-русски, да? У нас называется dry shampoo. Если вы пользовались... Я раньше, если честно, не пользовалась. Да. Потому что, во-первых, я не умела пользоваться. И как бы мне казалось, что это лучше пойти помыть колоду, чем тебе сухой шампунь. Ты чего, офигела, знаешь? И я думала, зачем пользоваться сухим шампунем? И вот. Но потом, когда я понюхала вот этот Elizabeth and James офигенный dry shampoo. Элизабет Джейсон Ривану, если вы знаете, это духи. Точнее, парфюм есть такой, который создали сестры Ashley and Mary Kate Olsen. Сестры Olsen, получается. Это их не компания. Вот. Они решили создать сухой шампунь. И оно офигенного запаха. Так же, как и его парфюм. Там у них есть белый и черный. Вот. Я взяла вот этот белый. Во-первых, мне понравилось вот этот белый. Хочу вспомнить, как он офигенно пахнет. Короче, что круто? Оно, во-первых, когда волосы пахнут, мне кажется, это круто. Даже если кто-то проходит, особенно если у тебя длинные волосы, мне кажется, волосы должны пахнуть. Это лично мое мнение. Потому что, когда волосы пахнут, не знаю, круто смотрят. Даже вот, например, проходишь, у тебя волосы верятся, и волосы дают запах. Это, мне кажется, важно. Из-за этого я иногда парфюм высуну, знаете, брызгаю на волосы, чтобы пахло. Не только сюда, а вот здесь тоже. Потому что у меня волосы длинные. Они, когда впитывают парфюм, она офигенно, не знаю, порхает. И весь день у тебя в этом парфюме. Вот шампунь тоже такой же, как Нирвана. Мне его запах очень нравится. И, конечно же, убирает твой жир в голове. Как бы обновляет твои волосы, если ты не хочешь мыть, да? Ну, вообще, даже если не то, что без того, что грязная голова. А просто, чтобы, знаете, немножко продать объем, немножечко. Недавно Лейн Ком вышел с офигенными, офигенными просто карандашами для губ. Правда, их немногие еще заметили, но я хочу вам заранее сказать. Скоро все бьюди-блогеры будут тащиться по этим помадам. Пам, капец. Карандашами для губ. Они просто вот недавно просто вышли, просто еще никто не заметил. Это я заметила и всем показываю и продаю их. Потому что они офигенные. В общем, я купила этот Лейн Ком. Еще раз говорю, это Лейн Ком Ле Лепстик. Вот. Оно вышло вот буквально вот сколько? Три недели назад, да? Три недели назад оно вышло. Нет, даже две недели назад. Я как пришла, они все нюдовые. Кстати говоря, там нету там слишком розового или слишком темного. Там есть все нюдовые цвета. Как бы можно сказать, это цвета... И вот этот цвет, который я взяла, это бронзел. Лип-липстик бронзел. Карандаш, он кажется на камере, я уже посмотрела, на камере смотрится какой-то красный. Если честно, на губах смотрится более коричневого цвета. А на камере, надеюсь, не красный. Надеюсь, показывает цвет. Эта сторона получается кисточка. И что мне в этом понравилось? Она очень-очень такая мягкая. Но что круто, она как высыхает, становится waterproof, то есть водостойкой. Так что ты можешь как помаду нанести, из-за этого, наверное, кисточка, чтобы ты немножечко обвел как помаду. Потому что я попробовала, она очень мягкая. И, кстати говоря, если я особенно хочу просто увеличить губы, да, немножечко обрисовать чуть-чуть побольше. Вот этот цвет очень-очень похож на мой цвет губ, да. Из-за этого, когда я обвожу, это кажется, как будто мои губы. Как будто это контур моих губ. Из-за этого я решила купить этот бронзел. И там есть разные цвета, можно посмотреть. Но я вот тащусь просто. Это я... Сколько она стоила? 21? Для карандаша для губ? 21 это для меня, если честно, было дорого, да, 21 доллар. Но я решила все равно взять, потому что я еще не встречала такой карандаш для губ. Мне кажется, многие меня поймут, когда находишь что-то свое, ты не жалеешь денег. Я вот так и сделала с этими карандашами для губ. Вот, самое главное, не знаю, надеть мне на многое хватит. Правда, достаточно длинная, думаю, нормально. Вот, я его взяла сразу же. Кстати говоря, если кто-то только что присоединился и не знает, о чем я вообще говорю, как она этот... Я работаю в Sephora Beauty Story во Флориде, в Соединенных Штатах. И я продаю эти продукты, получается. Я Beauty Advisor, я как бы визажист в Sephora. Вот, я крашу людей, продаю продукцию. Вот. Из-за этого я, как бы, на основе того, что я пробую на людей, и я знаю, какой продукт лучше, и я собираю денег и покупаю его. Ну, просто иногда бывает, конечно, когда я наношу что-то на светлой коже, думаю, о, классно на ней смотришься, а потом куплю себе, и я такой, ну, ну, а мне не очень. Да, бывает такое, но я уже определилась, на каком, как бы, как смотришься, на каких людях. Если подходит для всех, я такая, думаю, значит, мне подойдет. Следующее, то, что я взяла, это Baksam Lip Gloss. Это блеск для губ, который называется White Washing. Такое White Washing. Я знаю, вы меня, наверное, не часто видите, когда я что-то говорю про блеск для губ, потому что я блеск для губ обычно не ношу. Да, я не ношу, потому что, не знаю, просто не любила. Я его купила из-за того, что она увеличивает губы. Внутри консистенция такая, что визуально, как бы, увеличивает губы так, что покрывает, и вот, бывает же, вот, как сказать, люксовая, я их называю, или там, очень, как будто, смотрите, офигенный такой блеск для губ, который вот, хочется такие же губы потом, знаете. Вот так как я ненавидела блеск для губ за то, что, вот, знаете, вот, могут волосы попадать, я не носила, но потом вот это попробовала на работе, думаю, вау, какие мои губы большие. И, знаете, еще такой блестит, прям, не знаю, прям, офигенно блестит. И я могу вам сейчас даже сватч сделать и показать, как она блестит. У меня из-за того, что все перекрасила, это капец. Оно немножечко розоватенькое, но когда на губы наносишь, оно не становится розовым. Оно вот становится бесцветным, так как твои губы так свои розовые. Вот, и у него есть такой минт внутри, наверное, что, который дает немножечко аэроволм на губах. Минт есть внутри. И, конечно же, пахнет чуть-чуть как конфета. Да, примерно вот такой. Если видно. Так, вроде видно, да? Вот такой цвет офигенный. Ну, на моих руках она розовая какая-то, но на губах оно становится бесцветным, и становится вот твоим цветом губ, но чуть-чуть поярче. Чуть-чуть поярче, вот телесным цветом. Вот вот офигенный такой эффект дает, и остается таким. И как будто бы твои губы увеличиваются. Оно дает такой экстра, экстра слой, можно сказать, на твоих губах, и кажется, твои губы более такие пухлые. Где-то называют они плампинг. Следующая, я взяла свой айлайнер, точнее, подводку для глаз. Подводку для глаз стила. Я не знаю, можно сказать, это моя десятая покупка в моей жизни, наверное. Нечего говорить, она самая лучшая. Я его купила, потому что у меня закончилось. Вот. У меня закончилось, я и купила. Самая офигенная подводка для глаз, которая моментально сушится, моментально становится черным, и вот долго держится. Очень долго, весь день. И даже если у вас там, как там, на веках становится жирным, и вот бывает иногда карандаш у тебя вот здесь, оно не становится. Оно офигенное, которое высушивается, и водостойкое. Офигенная, жидкая подводка. Stay all day, стила. Как вы поняли, я просто тащусь по бренду стила. Стила офигенная. Кстати, многие американцы называют это Stella. На самом деле это стила. Да. Ну, я, конечно, не смеюсь над ними. Я просто так говорю. Они просто называют это Stella. Я такая, Stella, стила. Они такие, о, стила, стила. Я такая, стила. Итак, следующее, ребята. Следующее это... Мюрат, такой огроменный, супербольшущий умывашка для лица. Да, это для моего Кларисоника. Кстати, я недавно приобрела Кларисоник Мия 2. Точнее, не я приобрела, а подарили мне Кларисоник. И Кларисоник, кстати говоря, офигенная. Кстати, я вам его покажу. Кимисека. Мия 2 Кларисоник. Это такая щёточка для лица, которая офигенная просто. После чего моя кожа просто начала улучшаться. На самом деле, да. Да, я его не приобрела. Мне его подарили, потому что мы были на практике с Кларисоник. Компания приезжала. И мы проходили курсы. И за то, что мы прошли курсы, нам дали бесплатный такой Мия 2 Кларисоника. Вот, я знаю офигенного зебра цвета. Вот, после чего, как Кларисоник начала пользоваться, я поняла, что мне нужен нормальный умывальщик, который чем можно было пользоваться. И, конечно же, что-то для моих прыщей. Вот последние 3 дня я конкретно начала. Просто прыщи обвалились. Особенно на лбу. Вот здесь. И я подумала, что мне нужно... Это, конечно же, из-за бактерий. Потому что, как там, я много мейкапа наносила из-за Хэллоуина, да. Я каждый день носила новый-новый мейкап для работы. Что раз в один день бэмби, раз в один день кошка. Ну, короче, моя кожа просто истощена была от макияжа. И я посоветовалась, думала, какой нужно реально взять. Потому что, хоть я знаю про... Как бы по визажу я знаю все помады, тени, да. Но, когда касается скинкера, по уходу за кожей, у меня вечно, знаете, вот... Особенно, когда я себе покупаю, я становлюсь вот такой. Но здесь, как говорится, 99... 99 поинтов 9% вся бактерия убивается на твоей коже. Sorry, моя камера, опять же, вырвалась из-за того, что истощена. В общем, все мне сказали, что с кларисоником вот это, мне рад, хорошо подойдет, если у тебя проблемная кожа. Так как моя кожа начала становиться проблемной, особенно, не знаю, в последнее время. Так что я буду пользоваться и посмотрим, как она выйдет. Там есть салициловый ацет, точнее кислота, салициловая кислота, которая является лечением для акне. Так что оно, надеюсь, мне поможет. И, конечно же, что вам всем советую, кстати, кларисоник, который офигенный. Просто стоит денег, оно хватит вам на 2 года минимум. И, конечно же, ваша кожа за 2 недели еще как бы поменяется. Поменяю. Следующее, то, что я купила, это Dr. Brand Pore Snow More Clarifying Lotion. У меня в последнее время кожа жирная. Я вам, наверное, сто раз говорила. Такая же кожа жирная, как бы кожа пытается защитить себя и делает поры еще больше, чтобы надышаться, чтобы немножечко, знаете, высушиться, что ли, не знаю. Не знаю, как еще больше объяснить. В общем, вот это для, чтобы сузить поры. И, конечно же, clarifying, как бы очистить кожу от всяких бактерий, опять же, опять же, от прыщей, которые бывают иногда. И, конечно же, поры. Поры у меня в последнее время, опять же, вот здесь побольше стали, и здесь начинает становиться больше. Я такая думаю, что происходит? Не знаю, кожа жирная. Прыщи. Что происходит у меня? Конечно, что тут говорится? Dr. Brand Pores No More Clarifying Lotion помогает сузить твои поры, контролирует появление жира в твоей коже, оставляет твою кожу чистой и свежей. Чистой и свежей. Вот то, что мне надо. И, конечно, здесь говорится, что... О, здесь на русском даже написано. Очищающий лосьон для жирной комбинированной кожи. Круто. Даже на русском написано. В следующей покупке я немножечко, точнее, взяла две помады от MAC. Хочу вам подсказать. Это два цвета. Это Velvet Teddy and Stone. Я уже в Инстаграм говорила, просто я решила добавить сюда тоже, потому что это я всего лишь сколько, 5 дней назад купила, и подумала, хоть я один раз воспользуюсь. Оно считается все равно моей недавней покупкой. Решила потелиться. И вот, мне нравится, во-первых, я решила зайти в MAC, просто посмотреть, что у них есть нового для Christmas, для Рождества. Они обычно делают что-то эксклюзивное. И вот, потом что-то взять, потом мне не особо понравилось. Потом решила посмотреть, еще раз пройтись по помадам, что мне могло бы понравиться. И вот, я посмотрела, в первую очередь, конечно, я сказала, у вас есть такой реальный-реальный ньют цвет? Нет, который подходит. И она, девочка, говорит, я знаю, что тебе понравится. И тебе понравится Velvet Teddy. Я такая, окей. Я попробовала на губы. Во-первых, мне нравится там запах. Запах шоколада. Да. Когда наносишь, прям сразу чувствуешь, в первую очередь, запах. А потом, конечно же, цвет. На камере может казаться немножечко таким красновато-розовым. На самом деле, мои губы, когда я наношу на губы, они становятся чуть ярче коричневого цвета, но не красный, как сейчас кажется. Оно вот красиво смотрится, очень красиво, не знаю. И, кстати говоря, я вот думаю, вот этот и вот этот, он тот блеск для губ, как сам будет офигенно вместе смотреться. Вот, опять же, твой цвет губ только покрасивее, да? Ну, и второй цвет, это Stone. Мне эта девочка говорит, тебе нравятся темные цвета? Я говорю, ну да, я люблю темные цвета. Она говорит, тебе, мне кажется, понравится вот этот Stone. Вот такой красивый цвет. И я надеюсь, действительно понравилось. Вот оно вот не такое, как у меня сейчас на губах. Оно необычно темный, даже не черный. Вот между коричневым и черным цветом, между друг с другом, вот необычный красивый цвет. Так, не знаю, мне очень-очень нравится. Следующий, это тоже недавняя покупка. Это, наверное, губила меня день назад, да? Это CC-крем от It Cosmetics. CC-крем от It Cosmetics и консилер от It Cosmetics тоже. Вот, называется Bye Bye Under Eye. Во-первых, сразу хочу сказать, я воспользовалась, мне очень понравилось. И вообще, я наслышана была о них очень много. Во-первых, так как у меня кожа сейчас истощена от косметики немножечко, и мне нужно было что-то, какой-то CC-крем. Но в то же время, что-то покрывающееся. И вот этот CC-крем, это Full Coverage. Это означает покрывать всё. Все твои прищи, всю красноту, оно вот High Coverage. Как бы высокого покрытия, да? Высокого покрытия. Вот, покрывает абсолютно всё. И, конечно, есть здесь SPF 50, который конкретно защищает тебя от солнца. И что мне понравилось, она пахнет апельсином. Немножечко цитрусом пахнет. Вот оно вот так идёт. Вот, я немножко использовала. Но оно вот тоже вот недавно использовалось, я уже капец. Я его ещё в Snapchat делилась вроде бы. Да, ну просто, хоть и недавно, но считается моей новой покупкой. И тем более, есть шанс вам сказать, насколько я его люблю. Так что решила вам просто показать. И, конечно же, Bye Bye Under Eye. Оно, я его взяла опять же из-за моих чёрных кругов. Как бы чёрных кругов под глазами. И оно... Цвет немножко мне не подошёл. Чуть-чуть такой сероватый цвет на моей холле. Но если считать то, что как оно действует, как бы покрывает ли под глазами. Да, конкретно покрывает. Вот, это один недавний в моих покупках. Почему бы нет, поделиться. Следующее, то, что я приобрела, это в Ульте. Это, короче, Spongy Real Technique. Один уже я использовала сегодня. Так что я не буду эту грязную спонж показывать. Но они идут вот в таком пакетинге. Как в этой, вот такой упаковке. Они идут два. Они стоят всего лишь 10 долларов. Представляете? Два за 10 долларов. Когда бьюти-блендеры стоят сколько? 21 доллара. 20 долларов. Не, 20 долларов. Бьюти-блендер, кстати говоря, бьюти-блендеры есть разного цвета. И это бренд бьюти-блендер, который стоит 20 долларов. Кстати, я увидела у многих, что они путают бьюти-блендер от обычных спонжев. Как бы яйцевидных очень много, как видите. Но бьюти-блендер это другое его качество. Из-за этого оно дорогое. Качество оно держится подольше. Вот этот хоть и стоит 10 долларов, я знаю, что на ней не хватит так долго, как бьюти-блендер спонж. Потому что бьюти-блендер у меня уже год и как новенькая. Вот поможет как новенькая. И не рвется нормально, знаете, до сих пор хорошо. А вот это, например, уже попользуешься. И моя вот подруга пользовалась. Она говорит, чем, будь готова, через месяц она чуть-чуть порвется. Я говорю, ну хорошо. Ну, если так говоря, 10 долларов. Почему бы нет? 10 долларов за два. Получается по 5 долларов, считай. И она вот классная, не знаю, мне очень понравилась. И, во-первых, мне понравилась из-за того, что она вот такого... Не прям такая, как яйцевидная, да? Она вот именно вот таким. Вот эта вот именно часть, мне кажется, очень классная под глазами. И вот когда наносишь, не знаю, моя кожа очень-очень сильно понравилась. И, не знаю, потом я подумала, бьюти-блендер это, конечно, классное удовольствие. Ну, наверное, я себе вот этого... И вот я подумала, почему бы нет 10 баксов. Спасибо огромное, ребята, что посмотрели видео до конца. А я закругляюсь, потому что я все высказала. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал. И, конечно же, если вы есть в Инстаграме, если у вас есть на чат, то фолловьте меня. Увидимся, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok